Джаз Джаз – направление в музыке, которое возникло в США в самом начале 20 века. В нем тесно переплетаются ритмы, обрядовое песнопение и рабочие песни афроамериканцев, а также гармоническая составляющая, присущая музыке белых переселенцев. Другими словами, это импровизационный жанр, появившийся в результате смешивания западноевропейской и западноафриканской музыки. Первая и самая важная особенность – это импровизация. Музыканты должны уметь импровизировать как в оркестре, так и соло. Еще одна не менее значимая черта – полиритмия. Ритмическая свобода, пожалуй, это главнейший признак джазовой музыки. Именно такая независимость вызывает у музыкантов ощущение невесомости и непрерывного движения вперед. Конечно, в джазовых произведениях, как и в классических, есть свои правила, однако, благодаря синкопированному мелодизму и особому ритму, который называется «свинг» от английского качания, и возникает такое необычное ощущение свободы. «What did I say» Это замечательная композиция американского исполнителя Рэя Чарльза, записанная в 1959 году, покорила миллионы людей. Песня появилась случайно во время концертного выступления, как импровизация, которой нужно было заполнить неожиданно образовавшуюся паузу, а в результате стала родоначальницей нового стиля джазовой музыки, получившей название «Soul». Песня «Свинг» Колыбелью джазовой музыки принято считать «Новый Орлеан». Именно в этом южноамериканском городе в самом начале 20-го столетия диковинный околоэтнический стиль стал значительно преобразовываться. Основоположниками новоорлеанского джаза, который впоследствии получил название «Традиционный», а также «Dixieland», были Джелли Роул Мортон, Бадди Болден и Кит Ори. Благодаря творчеству этих музыкантов синкопированная музыка стала стремительно набирать популярность и активно распространяться по стране. Небольшие ансамбли темнокожих музыкантов, первые джаз-бенды, поначалу выступавшие в ресторанах «Нового Орлеана» в поисках лучшего заработка, начали гастролировать по разным городам. Так 1917 год ознаменовался началом нового этапа развития джаза, но уже в Чикаго. Там стали деятельно создаваться джазовые оркестры, которые исполняли композиции, отличающиеся не только усложненными аренджировками, но и особыми исполнительскими приемами. Яркими представителями чикагского джаза являются Джо Кинг Оливер, Кэрол Диккерсон и несравненный Луи Арфстронг. Субтитры создавал DimaTorzok Hello Dolly Песня создана в 1963 году композитором Джелли Херманом для мюзикла с одноименным названием, а мировую известность получила после ее исполнения знаменитым джазменом Луи Арфстронгом. Композиция была удостоена премии Грэмми и признана джазовым стандартом. Процесс развития и видоизменения джазовой музыки с каждым годом проходил все интенсивнее. Например, в Нью-Йорке джазовый скрипач Пол Уайтман в 1920 году сформировал большой оркестр, и к джазовой музыке подошел по-особенному. Он явился зачинателем нового стиля, который сам же назвал симфо-джазом. Именно Уайтман заказал Джорджу Гершвину знаменитую рапсодию в стиле блюз – произведение, совершившее революцию в музыкальном мире. Следующий этап развития джаза связан с появлением больших джаз-оркестров – биг-бендов, которые могли исполнять различные танцевальные мелодии. Они практиковали совершенно новый стиль, в котором явно чувствовались отклонения от ритмического рисунка, а яркая сольная импровизация накладывалась на замысловатый аккомпанемент. Такая разновидность оркестровой джазовой музыки получила название «свинг». Наибольшей популярностью в середине 20-х, а также в 30-х годах пользовались джаз-оркестры под управлением Дюка Эллингтона, Флетчера Хендерсона, Глена Миллера, Бенни Гудмана, Каунта Бейси. КОНЕЦ «Караван» – одна из самых известных композиций, написанная Дюком Эллингтоном в творческом тандеме с Хуаном Тизелом в 1936 году, признана джазовым стандартом. Популярность пьесы среди музыкантов настолько велика, что в нынешнее время сложно перечислить все кавер-версии и аранжировки, сделанные неравнодушными к ней джазменами. В последующие годы джаз продолжал свое интенсивное развитие. Возникли новые стили, среди которых – смуз джаз, эйси джаз, джаз фанк, ню джаз, дарк джаз. В результате на сегодняшний день в джазе насчитывается более 40 самых разнообразных стилевых ответвлений. В СССР первые джаз-бенды появились в 1920-х годах. У отечественного джаза есть даже почти официальная дата рождения – 1 октября 1922 года, когда, вернувшись из Франции, музыкант Валентин Парнах дал со своим оркестром первый джазовый концерт. В 1927 году в Москве появился оркестр под управлением Александра Цфасмана – «Ама-джаз» и почти одновременно оркестр под управлением Леопольда Теплинского в Ленинграде. Основополагающую роль в становлении советского джаза сыграла организация в 1929 году «Тео джаза» под руководством Леонида Утесова. Признанием значения джазовой музыки как самостоятельного жанра явилось создание в 1938 году государственного джаз-оркестра СССР под руководством Матвея Блантера и Виктора Кнушевицкого. Репертуар оркестра складывался в основном из песенных и инструментальных произведений советских композиторов. С началом государственной борьбы с космополитизмом в конце 1940-х годов джаз практически полностью перешел в подполье. Музыканты подверглись гонениям. С наступления оттепеля в 1950-е и 1960-е годы в Москве возобновили свою деятельность оркестры Эдди Рознера и Олега Лунстрема. Появились новые составы, среди которых выделялись оркестры Иосифа Вольштейна, Ленинград, Юрия Саульского и Вадима Людвиковского, Москва, а также Рижский эстрадный оркестр советских людей со стороны западных правительств. В 70-х широкую известность получила джазовое трио «Ганелин Тарасов Чекасин» в составе пианиста Вячеслава Ганелина, барабанщика Владимира Тарасова и саксофониста Владимира Чекасина, просуществовавшее до 1986 года. В настоящее время в России существует несколько джазовых лейблов, среди которых «Бутман Мьюзик Рекордс», которым руководит музыкант, саксофонист Игорь Бутман. Первым музыкантом, издавшим свою пластинку на лейбле, стал Вадим Эйленкрик, труба. Он же является самым популярным артистом лейбла. В Москве ежегодно проводятся фестивали джазовой музыки, такие как «Усадьба джаз», «Триумф джаза» и «Джаз в саду Эрмитаж». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова